Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Дарья Тюрина, врач-инфекционист больницы Мисси Машко. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, с чего нам стоит опасаться, гриппа или коронавируса? Сейчас идет почти февраль месяц, вообще сезон острых респираторных заболеваний, в том числе и гриппа, и к сезону ОРВИ-гриппа мы готовы. Уже в популяции эпидпорог по ОРВИ-гриппу превышен, уже фиксируются случаи как ОРВИ, так и свиного гриппа. Это то, что есть у нас. За ситуацией по коронавирусу мы пока следим, мы к ней готовы. То, что происходит в Китае, это, конечно, для нас представляет опасность, потому что мы пока об этом вирусе мало что знаем. В Китае уже были подобные вспышки, это 2003 год вспышка атипичной пневмонии, тоже вызванная группой коронавирусных инфекций, но это уже новый мутирующий вирус, который вызвал данную эпидемию, которую мы сейчас наблюдаем. А вирус это занос, заражение произошло у них предположительно на рынке, где продавали морепродукты, там были летучие мыши, змеи. И как вот установили эпидемиологи, предположительный источник, это либо змеи, либо летучие мыши. То есть в популяции животных этот вирус передается друг другу, он у них циркулирует, и при возникновении мутаций может передаваться человеку. И вот как уже ВОЗ официально подтвердила в Китае, что вирус также от человека к человеку данные теперь может передаваться. Естественно, это представляет угрозу. Но, как я понимаю, каких-то определенных симптомов нет. Да, как правило, симптомы не специфические. Это может наблюдаться как проявление обычного урвии, начало пневмонии. Кашель, лихорадка, могут быть катаральные явления, боль в горле, заложенность носа. При прогрессировании инфекции быстро наблюдается одышка, другие признаки дыхательной недостаточности, заложенность в грудной клетке, то есть стремительное течение болезни. Могут быть также неспецифические проявления. Болезнь может начинаться резко с тошноты, рвоты, диареи, что может даже предшествовать наступлению лихорадки. И как передают, уже доказано, что вирус опасен, человек является опасным даже в инкубационный период, когда симптомов фактически нет. То есть вирус, уже заражение произошло, он у человека развивается, и этот человек представляет эпидопасность для окружающих. То есть он с кашлем, чиханием, со слюной этот вирус распространяет. А как именно определить, что это коронавирус? Существует тест-система для определения коронавируса, позволяющая уточнить, есть ли заражение коронавирусом или нет. Берется, могут быть, и мазки зева, и из носа глотки браться. Также ПЦР-диагностика, кровь, моча и тоже мазки зева берутся на ПЦР-диагностику. То есть определяется непосредственно наличие вируса. Что нам нужно знать о профилактике коронавируса? Профилактика коронавируса, так как это все-таки является респираторный путь передачи преимущественным, то такая же, как при всех инфекциях верхних дыхательных путей, при ОРВИ и гриппе. Это кашлевой этикет. В первую очередь, если человек заболел, то он прикрывает при нахождении с окружающими рот или платком носит маску, то есть защищает окружающих от попадания своей слюны в помещение. Если человек еще не заболел, то есть здоровый, избегать места скопления людей, общественных мероприятий в период эпидемии, регулярно проветривать помещение, в котором он находится, делать влажную уборку. То есть если помещение будет сухо и воздух не проветривается, это создает условия для заражения вирусом всех окружающих людей. Поэтому при проведении влажных уборок частички слюны и при чихании, которые выделяются, оседают, и вирус вместе с ними тоже оседает. Особенно если еще какие-нибудь средства использовать при уборке. Также элементарно это мыть руки. При посещении улицы, после посещения улицы промывать вместе с руками глаза, нос, прополаскивать горло. Ни в коем случае после улицы руками и во время нахождения на улице в общественных местах не касаться руками глаз, носа. При поездке в транспортном общественном, при захождении в магазины, то есть в закрытые помещения, надевать маску. Ношение маски на улице бесполезно, потому что пространство большое, скоплений такового нету, и в основном заражение происходит, конечно, в закрытых помещениях. Какие-то магазины, поликлиники, аптеки, транспорт, вот это вот все. А вакцины от коронавируса нет? Да, к сожалению, на настоящий момент вакцины только в разработке, так как это новый вирус, и не удается, конечно, быстро все это сделать. Потому что существуют протоколы, по которым вводится вакцина в практику. Сначала проводятся испытания на животных, потом испытания клинические должны пройти. Естественно, на это должно потребоваться время, чтобы полностью определить, безопасно ли изготавливаемая вакцина, не нанесет ли она больше вреда. То есть пока вакцина коронавируса в разработке. От гриппа же мы и обладаем эффективными вакцинами, которыми мы прививали с августа по ноябрь. То есть сейчас вакцинация против гриппа тоже уже бесполезна, уже не вакцинируют. Нужно было подготовиться к питосезону заранее, о чем мы уже говорили в прошлых беседах. Если человек побывал за границей и почувствовал себя не очень хорошо, как в этом случае ему себя вести? Ну, сейчас, насколько я знаю, Россия вообще перекрыла границы с Китаем. То есть всех людей стараются изолировать в аэропорте, на железнодорожных станциях, выискивают людей, у которых есть симптомы ОРВИ, проверяют тепловизором на наличие температуры. Если у человека находится катаральное явление температуры, такого человека должны обследовать экспресс-тестом на наличие коронавируса и вообще его изолируют, отвозят в больницу. То есть ему предлагается госпитализация. Таких больных обязательно нужно отвозить в инфекционное отделение. Дальше это уже подтверждается в течение суток, болен ли человек коронавирусом или это обычный ОРВИ, может быть, грипп. И уже тактика действий продолжается в дальнейшем по лечению. А что касается лечения, есть какое-то лечение от коронавируса? Странно было бы говорить, что новые вирусы и уже против него есть лечение. Терапия в основном не специфическая, направленная на поддержание функций дыхательной системы и оккупирование возникающих различных осложнений. Но есть некоторые противовирусные средства, которые, как вот говорят, могут не специфически помогать в борьбе с вирусом. Но это не ингаверин и орбидолы, кагоцелы. Там уже группа препаратов интерферонного вариада, которые тоже были озвучены уже. Что касается гриппа и ОРВИ, которые сейчас у нас в Рязанской области, какая ситуация на данный момент? Что касаемо гриппа и ОРВИ, повышается порог заболеваемости. То есть мы видим, что поступает уже больше пациентов с клиникой ОРВИ гриппа. Точных данных пока не имею. Но в случае свиного гриппа у нас уже были зафиксированы. Но то же самое подвергаются в группе риска беременной женщины, лица с хроническими сердечными заболеваниями, с сахарным диабетом, лица страдающие ожирением и лица пожилого возраста. То есть им нужно относиться к своему здоровью более бережно. При появлении первых признаков заболевания ОРВИ и гриппа обращаться к врачу не затягивать за обращением за медпомощью, не затягиваясь лечением. Потому что, как показала практика, при обращении в первые дни заболевания все решается достаточно быстро и благополучно. Профилактика этих вирусов и ОРВИ такая же, как при коронавирусе? Она общая для всех. Это не специфический мир профилактики. Избегание мест встреч с людьми, контактов. В общественных местах мыть руки, промывать глаза, нос, рот. Не трогать руками после улицы. Рот и нос и все слизистые. Можно как-то укрепить свой иммунитет в такую непогоду? Ну, да, укрепить иммунитет можно. Опять же, проветриваем помещение, делаем чаще влажные уборки. Можно принимать витамины, витамины различные комплексы. Заниматься спортом. То есть самое главное не заниматься самолечением, да? Да. Самое главное в гостепервых дней, если возникли какие-то проблемы, не в интернет залезать, слушать соседей, родственников, друзей, обращаться к врачу. Все-таки врач уже своим опытом определит, стоит ли опасаться данного состояния или нет, и предпримет дальнейшую тактику действий по лечению в борьбе с возникшей болезнью. Спасибо. И на сегодня это все. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова